Сегодня я хотел бы прям очень сжато и очень быстро рассказать, как вы можете уже прям вот сами взять и начать закупать трафик для своей игры или проекта. Потому что, ну, всегда это кажется, что это какой-то черный ящик, что, блин, вот откуда-то он берется, как-то что-то там происходит, и вроде бы все будет классно. Но на самом деле я сейчас с этим всем помогу и расскажу, как это все лучше делать. Поехали. Значит, условно я разделил мой алгоритм на четыре пункта. Начало. Что вам нужно, так сказать, знать перед тем, как начать закупки? Подготовка, запуск и аналитика. Самое начало. Разберитесь во всех терминах. Блин, это просто обязательно. Если вы будете плавать в терминах, для вас будет, не знаю, CTR это что-то страшное, и какая-то странная аббревиатура, то можно даже пока не начинать. Лучше сначала вот просто все возьмите словарик, в интернете все есть, быстренько все разберитесь, и уже переходим к следующему пункту. Сразу встроите систему аналитики и трекинга, не повторяйте ничьих ошибок, никогда уже проект в бою и уже потом, ох, кстати, нам нужна аналитика, блин, будет же классно. Нет. Сначала встроите и поверьте, потом это окупится десятки раз. Сразу желательно представить и посчитать, во сколько вы хотели бы, чтобы вам обходился трафик. Потому что без этих, так сказать, базовых чисел вы, ну, можете закупить, будет казаться, что все классно, а потом будете сидеть и плакать, потому что деньги все кончились, трафик не окупился, все печально. И это нам еще пригодится уже в следующем пункте. Да, нужно обязательно изучить чужие кейсы. Вот зачем тратить свои собственные деньги, когда можно сэкономить и посмотреть, как обжигались другие люди, другие компании. Это всегда полезно. И перед тем, как начать закупки, вот просто сядьте и распишите свою аудиторию, как она выглядит, вот вплоть до того, носит она бороду или не носит. Вот прям вот представьте ее полностью, вы должны знать все ее интересы, какое она, не знаю, на каких машинах ездит, какое пиво любит. И тогда вы сможете таргетироваться наиболее эффективно. Вообще, все, что происходит в вашей игре, желательно логировать. Все собирать, все данные, какие только можно. Просто вот каждый чих, поведение в туторе, не знаю, все платежи, какие экраны смотрят, это все потом вам пригодится. То есть, конечно, может показаться, что да ладно, ну я соберу там какие-нибудь пару значений, и ладно. Нет, Facebook потом вам скажет спасибо, а вы скажете спасибо Facebook. Значит, перед тем, как запускать свою рекламу, нужно посмотреть чужую. Вот прям есть специальные сервисы, типа Sensor Tower, типа, в общем, разные. И вы можете увидеть чужие баннеры и креативы. Они вас, конечно, шокируют. Ну, может быть, в хорошем смысле, может быть, в плохом. Но, тем не менее, вы их изучите, вы поймете примерно, как и с чего нужно начать свои собственные изыскания. Придите, ассо. В общем, по умолчанию, ваша игра, ну, в принципе, интересна только вам, себе собим. Но для того, чтобы пришедшие на вашу страничку в стори люди захотели ее скачать, нужно постараться. И, опять же, посмотрите на конкурентов. Скорее всего, они сделали все это не просто так. Как выглядят их скриншоты, как выглядят их тайтлы, описания. Они это делают не просто так. Каждая буква важна. Сделайте так же для начала. А там уже посмотрим. Можно будет уже от чего-то отталкиваться. Проверьте все еще раз перед началом. Вот прям все проверьте и еще раз проверьте. Потому что всегда идет что-то не так. Вот серьезно. Вот вы думаете, ну, все, сейчас вот пойдет. Вы только запускайте трафик и ага, понятно, все плохо. Лучше так не делать. Деньги как бы жалко тратить лишние. Поэтому лучше все проверьте. Дальше. Выберите источник. Будет казаться, что их просто, ну, ну, очень тьма тьмущая, очень много. Нет, на самом деле аналитики сходятся в том, что всего вот основных, с которых стоит начать вот прямо сейчас, всего три источника. Facebook, AdWords и Unity Ads. В зависимости от, конечно, ну, вашего жанра. То есть Facebook, в принципе, практически универсален. Не важно, какая у вас игра, а там найдется свой трафик. AdWords, он просто, в принципе, дешевле, охват больше, там тоже все хорошо. Unity, конечно, больше используется на более казуальных проектах. Сделайте крутые креативы. По вашему мнению, конечно. Потому что, ну, аудитория, скорее всего, с вами не согласится, но это первая итерация. Ну, или скопируйте чужие. Тоже неплохо, в принципе, потому что, ну, ребята тоже не зря свой хлеб едят. Странно, конечно, звучит. Но вам нужно выбрать узкую аудиторию для начала и полностью ее охватить. Нет смысла брать сразу широкую аудиторию и пытаться с каждым по чуть-чуть собрать каких-то там игроков. Потому что вы не получите точные данные. Ваша задача сейчас собрать максимально адекватные и верные данные на определенную аудиторию. То есть, условно, мы покупаем Россию интересующихся походами по лесу, кемпингом на Алтае, например. Условно, мы сузи-аудиторию купили, все. Смотрим, анализируем. Если вы будете пытаться просто идти в Worldwide, данные будут нерелевантны. Вы просто потратите деньги и все будет печально. Когда вы работаете с Facebook или AdWords, обязательно используйте Lookalike. Это их супермощная фишка, которая позволяет вам находить ту аудиторию, которая вам нужна. К примеру, у вас есть группа людей, которые платят в вашей игре. Ну, давайте найдем такую же во всем мире. Почему нет? Facebook позволяет это сделать. Он, поскольку проник уже вообще во все сферы нашей жизни, он следит за вами всегда и везде. Поэтому доверьтесь ему, он вам найдет то, что нужно. Дайте рекламе своей работать. Понимаете, иногда хочется, увидев результаты, сказать, нет, 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 все, закрыв, прекращаем. Нет, закупка не пошла. Но поверьте мне, когда вы начинаете паниковать и думать, что все плохо, все неправильно, вы в итоге не получаете адекватной информации, адекватных данных. Сначала нужно дать ей поработать, покрутиться. Она поработает. Спустя условно, ну, в зависимости от скорости открутки ваших бюджетов, спустя условно 3-4-5 дней вы уже сможете какие-то выводы делать. Но в первые сутки, пожалуйста, не трогайте. Просто не трогайте. И Facebook, он даже не любит прикосновения к рекламе. Он любит, когда вот вы запустили и крутите годами. Если вы будете постоянно туда-сюда ее включать, выключать, менять, редактировать, все будет плохо, и он не даст своим алгоритмам работать во всю силу. Ну, как я уже говорил, работайте всегда только с большими объемами данных. Не делайте вывод по двум-полутораземлекопам, так сказать, потому что, ну, а зачем? Ну, так нельзя делать, просто поверьте. И не забывайте, игроки, ну, это живые люди, в принципе, и зачастую. И вы должны представлять, когда эти игроки начинают делать полезные для вас вещи в игре. Например, платить. То есть, если у вас казуальный проект, вы, конечно, ожидаете, что он начнет платить 2-3 дня. Если у вас хардкор, ну, 2-3 недели. Соответственно, учитывайте это при закупке трафика. Потому что, ну, условно, вот вы купите на хардкорный проект, посмотрите, прошла неделя, блин, ничего не окупается, они не платят. Все, мы закрываемся и уходим домой. Нет, на самом деле они начинают платить гораздо позже. И вы должны держать это в голове. Иначе, ну, опять вы будете делать неверные выводы. Не делайте так. Ну, и все равно, если вы видите, что реклама неэффективна, ну, не стоит надеяться, что вам наконец-то выпадет красное. То есть, нет, ну, вы просто, ну, останавливайте, если действительно оно не работает. Это как бы не совет, это, ну, то, что нужно делать. И не бояться. Главное, не расстраивайтесь. Если что, попробуйте заново. В этом тоже ничего страшного нет. В принципе, вся работа, она подстроена на том, что, ну, главное не расстраиваться, не отчаиваться и пробовать еще раз. Нужно тестировать гипотезы. Чем больше у вас их будет, тем лучше. И чем больше вы сможете протестировать, естественно, тоже тем лучше. Маленькие бонусы от меня, что стоит, на что стоит обратить внимание при работе вообще, ну, при закупке трафика. Я, кстати, прям очень быстро иду. У нас будет время на вопросы. Лукалайки по платежам. Это огонь. Используйте это всегда. Собирайте данные по ваших платящих игроков. И все у вас будет классно. Это очень классная и горячая аудитория. И Facebook здесь прям, ну, показывает на все, что он способен. И он найдет вот во всем этом мире тех людей, которые будут платить, 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 платить. Особенно если вы ориентируетесь на китов, то это для вас еще лучше. Расширенные интересы. Facebook советует, вот, нажмите эту галочку, и мы вот точно, ну, найдем людей с похожими интересами, вот прям точно, вот серьезно. Вот тут не верьте ему. Здесь он будет вам просто давать трафик, который, ну, может быть, будет играть, но платить он не будет. Проверено на горьком опыте. Да, у вас будет снижаться стоимость установки, все будет классно. Но это не та аудитория, понимаете? Он расширяет методом проб и ошибок, и он подумает, ну, может быть, еще у тех ребят к нам взять, может, еще у тех, а вам эти ребята не нужны. Как бы все-таки оставляйте за собой право выбирать, кого закупать для вашей игры. Ни в коем случае не запускайте много рекламы на какие-то похожие аудитории, пересекающиеся одних и тех же людей. И чем больше вы будете показывать им свою рекламу, которая не всегда будет им нравиться, тем негативнее будет Facebook относиться к вам. Он просто будет пессимизировать ваши объявления, и в итоге у вас тоже все будет печально, будет казаться, что Facebook не прет. Но нет. Тут главное, он предоставляет инструменты, которые позволяют, так сказать, проанализировать и узнать, пресекается аудитория или нет. Для начала, вообще, вот интересы Facebook, которые он позволяет выбрать, для начала пойдет. Потом не стоит использовать, вы наберете с помощью интересов свою первоначальную аудиторию, затем уже строите свои все гипотезы на лук и лайках. Так будет просто надежнее, экономнее, и интересы не обеспечат вам большого количества целевого трафика. Тоже поверьте мне, потому что даже если вы супер широкий интерес зададите, у вас реклама быстро получит негативные оценки, и они будут просто крутиться, и все равно это не та аудитория, которая вам нужна. У Facebook есть определенный показатель, называется он Relevant Score. Это наше все, на это нужно молиться. Если у вас показатель ниже пяти, ну, у вас все плохо. Просто вот вы увидите это в рекламном кабинете, пробуйте еще раз, значит, аудитория не та. И когда у вас поднимется Relevant Score у вашего объявления до семи, а то и восьми, а то и девяти, вы увидите, как просто ваши волосы станут мягкими и шелковистыми, потому что CPI снизится очень сильно, отдача от трафика просто многократно возрастет. Как это работает хз? В том плане, что почему Facebook, если у вас хороший Relevant Score, выдает каких-то просто золотых ребят, которые готовы просто вот так вот платить вашу игру. Даже не важно, что у вас там, баги, не баги, они все равно будут платить, CPI будет там около бакса, и вы будете королем. Поэтому следите за этим показателем, он будет у вас снижаться. Если аудитория неверная, он у вас будет вообще просто низким, с низким Relevant Score, не запускайте. Да, будьте готовы к ужасающим креативам. Будет казаться иногда, что вы будете просыпаться ночью в поту, потому что вы будете видеть вот этот ужас, с которым вы будете рекламироваться. Будьте к этому готовы. Иногда лучше всего работает то, что, по вашему мнению, выглядит просто ужасно. То есть вы бы поэтому никогда бы не крикнули, не установили бы игру. Ну, просто вы бы, может быть, пропустили. Но нет. По моему, опять же, опыту используются иногда такие креативы, что кажется, ну просто, да ну, да ну, камон, ну так нельзя. Ну, это же просто какая-то жесть. Ну, не в смысле какая-то 18 плюс жесть, а в смысле, что оно может совершенно не соответствовать игре или еще что-нибудь в таком духе. То есть здесь закупка трафика – это как война. Здесь все методы хороши. И, ну, будьте готовы к тому, что вам придется иногда делать, ну, прям, такие страшные креативы. И не гонитесь за низкой стоимостью установки. Иногда будет казаться, что, да вот мы сейчас тут нагоним трафика по доллару, да он там вот как-нибудь, да что-нибудь отобьется. Как показывает практика, низкий себя, и он не гарантирует отличные рои. Ну, то есть от слова совсем. Да, бывают случаи на небольших каких-то аудиториях, возможно, каких-то там особых, вот прям точечных попаданий. Окей, у вас это получится, но вы эту аудиторию исчерпаете уже примерно где-то через неделю, если у вас хорошие бюджеты. А потом окажется, что вот эта вот классная аудитория, по которой вы купили очень дешево, ну, потом вам просто ничего и не принесла. Обратный, так сказать, тезис тоже не гарантирован. То есть, если вы покупаете инсталлы по 100 баксов, ну, не факт, что вы просто очень классных людей себе там приведете. Поэтому балансируйте, тестируйте, смотрите и анализируйте. У вас все получится, главное не отчаиваться, не расстраиваться и возвращаться к первым пунктам. Если у вас что-то не получается, еще раз посмотрели конкурентов и поехали дальше. Всем спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Есть вопросы? Я вижу, вот есть. Микрофон, микрофон. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня несколько вопросов. Сколько человек у вас задействовано в маркетинге, в компании? Смотрите, у нас получается непосредственно закупкой трафика на фейсбуке занимаются два человека. AdWords еще один, плюс еще у нас два дизайнера, которые работают чисто над креативами. А как часто тестируете новые креативы? Например, новые видео рекламные, как часто делаете новые, тестируете? Смотрите, есть иногда такое ощущение, что начинают выгорать креативы. Вот прям вы чувствуете, увеличивается CPI, и вот к этому моменту у вас уже должны быть готовые видео, чтобы их протестировать. Получается, что это где-то месяц-два. То есть, опять же, в зависимости от степени и скорости вашей открутки. Иногда бывает так, что вы можете крутить просто полгода, и все будет хорошо. Ну, когда у вас, допустим, не очень большой выхват аудитории, и небольшие бюджеты, и все хорошо. Если вы прям на все деньги тратите, то там может и уже за несколько недель, так сказать, подойти к концу. Вот, примерно так. Спасибо. Еще вопрос. Стороннюю какую-то систему аналитика используете, помимо трекинга? Ну, у нас своя система для аналитики, которую мы условно используем. Плюс, помимо трекинга, она самописная, она своя. Мы по ней можем определить просто, так сказать, профит от купленного трафика. И кратко, вот если можно, как вообще оцениваете в общем эффективность, например, какого-то канала? Вот, например, запустили канал, какое-то количество инсталлов получили, и как оцениваете, стоит дальше там работать по этому каналу или нет? Смотрите, поскольку мы закупаем до сих пор в основном в суперпопулярных источниках, мы подразумеваем, что они эффективны. Ну, это как бы не чисто наша догадка или еще что-то. Это результаты исследований и аналитики этих источников. Соответственно, мы априори знаем, что Facebook ок, но нам нужно как бы с ним работать и выводить его в ок, чтобы он был хорош. Поэтому конкретно вот касательно новых источников, каких-то мелких там CPA-сетей, допустим, мы с ними просто не работаем, и мы не тратим время на то, чтобы понять, там, хороший он, нехороший. Потому что, ну, еще не исчерпали себя Facebook и AdWords те же, и Unity Ads тоже. Поэтому так я вам точно не могу сказать, сколько времени нужно. Но на самом деле, опять же, зависит от объема. Если у вас много денег, вы просто как минимум закупаете на тысячу инсталлов. Дадите им пожить в вашей игре, посмотреть, в зависимости от вашего retention, опять же. То есть, если он у вас, ну, хороший, соответственно, вам этого может быть хватить на первых порах, чтобы примерно понять вообще, как себя игроки ведут. Но если, опять же, вы увидите, что у вас еще и retention низкий на этом трафике, то тут нужно глубже копать и думать. Либо что-то у вас с игрой какие-то проблемы, либо с трафиком. Но тут уже надо смотреть уже внимательнее. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Расскажите по вопросу локализации по рекламе, насколько это барьер или нет. Хорошо. Вопрос я ваш понял. Ну, зачастую, если мы говорим про западные рынки, то локализация особо не нужна. Как бы, по моему опыту могу сказать, что английский язык, в принципе, достаточен для многих стран. С Азии сложнее. Зависит, опять же, от того, как вы позиционируете свою игру. Если вы ее позиционируете как западный проект, на западных каких-то механиках, тогда лучше оставлять на английском рекламу. Если вы хотите показать, что вот вы свой, у вас там все, что любят китайцы, корейцы и японцы, тогда локализация обязательно нужна и обязательно хорошая, потому что, ну, Google Translate тут не поможет, все будет плохо. Ну да, здесь, зачастую, ну, частично вопрос был еще в том, что у вас креатив, он же завязан на каких-то языковых, может быть, еще штуках. Игра слогкая, может быть, там, не знаю, обострись, там, Бургер Кинга. Да, ну, лучше так делать, а там окажется, что вы оскорбите всю семью, там, этих японцев, и у вас точно никто не будет играть.